Добрый день, дорогие зрители, участники нашей следующей встречи в рамках Дней открытых дверей Северо-Восточного Федерального Университета. Я хочу вам напомнить, что все наши предыдущие встречи можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Добрый вечер, дорогие гости, дорогие участники встречи. У нас очередная встреча в рамках Дней открытых дверей Северо-Восточного Федерального Университета. Хочу напомнить, что все предыдущие встречи можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Также приглашаю вас на встречу с ректором, которая состоится 30 апреля с 17.00 по этому же идентификатору конференции. Вы сможете задать свои вопросы в чате или даже пообщаться с ректором по видеосвязи напрямую. Хочу вас познакомить сегодня с участниками встречи. Это у нас исполняющий обязанности декан исторического факультета Наталья Николаевна Радченко, декан юридического факультета Ром Ромович Ушницкий, директор финансово-экономического института Анна Тимофеевна Набережная и наш гость, выпускник юридического факультета, председатель Конституционного суда Республики Сахая-Кути Александр Николаевич Ким Кимен. Дорогие друзья, давайте сегодня поговорим о наболевшем. И для кого не секрет, что в последнее время бытует мнение как будто юристов и экономистов слишком много, а исторический факультет многих ассоциируется только с преподаванием. Мы с вами знаем, что это не так, и давайте сегодня расскажем участникам нашей встречи подробнее о том, какие программы представлены в подразделениях университета и почему социально-гуманитарное направление остается востребованным в актуальном мире. Хочу пригласить к разговору в первую очередь нашего гостя Александра Николаевича Ким Кимена. Спасибо большое, что посетили нашу встречу. Хочу попросить вас поделиться своим мнением о юридическом и вообще гуманитарном образовании современности. Почему оно остается актуальным и важным? Спасибо большое за приглашение принять участие в этой очень важной встрече. День открытых дверей Северо-Восточного федерального университета, безусловно, притягивает большой интерес. И я думаю, что те ребята, которые желают поступить в наш университет, они на самом деле на правильном пути. Поскольку я, как выпускник нашего университета, хочу отметить, что, безусловно, вот если говорить о гуманитарном образовании, вообще вот юридическое отделение, оно образовывалось на базе историко-филологического факультета. Я думаю, что это было в то время достаточно сложно, но с другой стороны символично. И я сегодня хотел бы отметить, что на самом деле образование юридического отделения, оно связано с именем Михаила Михайловича Федорова, нашего патриарха юридического образования. Он был ветераном Великой Отечественной войны, человеком с оружием в руках защищавшим нашу родину. Он был прокурором республики, ну и в последующем занялся научно-преподавательской деятельностью. И благодаря его усилиям было образовано юридическое отделение. Конечно же, я очень рад тому, что в 1994 году по приглашению Михаила Михайловича я стал заведующим кафедрой юриспрезиденции. Тогда была это единственная кафедра. Ну и мы совместно с Михаилом Михайловичем разработали концепцию развития юридического образования. В том числе к этой работе подключалась Ольга Дмитриевна Максимова. Она на сегодняшний день является доктором юридических наук и деканом юридического факультета Московского гуманитарного университета. И вот эта концепция была утверждена в июне 1995 года. И благодаря реализации данной концепции во времена, когда Анатолий Николаевич Алексеев был ректором университета, был создан самостоятельный юридический факультет. Первым деканом была Альбина Афанасьевна Степанова. Она заложила ословы для обучения будущих юристов. Последующим деканом стал Петр Васильевич Гоголев, который проработал многие годы и внес особый вклад в развитие нашего факультета. Ну и сегодня штурвал факультета в руках Рума Румыча Лушницкого, кандидата юридических наук, доцента, человека, который, безусловно, предан нашему юридическому факультету. И я хочу отметить, что обучаясь на юридическом факультете, каждый студент должен овладевать знаниями, а не получать какие-либо оценки. Я всегда говорю своим студентам, для того, чтобы стать конкурентно способными специалистами, вы в первую очередь должны получить крепкие знания. И я думаю, что те ребята, которые поступят к нам, это будут тоже талантливые ребята, потому что мы гордимся своими выпускниками, среди них очень много известных людей, в том числе тех, которые руководят целыми областями. Есть люди, которые сегодня находятся в правительстве, та же Ольга Валерьевна Балабкина, которая заместитель председателя правительства, Ольга Валерьевна Романова, которая возглавляет госправовой департамент администрации главы правительства, это Гурьева Сардана Михайловна, уполномоченный по правам человека. Я боюсь вот кого-то забыть, и невозможно, наверное, всех успешных выпускников перечислить. Тем не менее, я вот назвал те фамилии, и я думаю, что Рум Румыч со мной согласится, что это высококомпетентные специалисты, и именно они выросли на основе своих знаний. Александр Николаевич, я не могу не воспользоваться случаем, пожалуйста, расскажите, каким вы были студентом, и почему в свое время выбрали именно юридический факультет? Ну, у меня первичное образование, оно педагогическое, я в свое время заканчивал Якутское педучилище номер один, потом учился в Хабаровском пединституте, ну и в последующем, работая во властном комитете комсомола, я занимался вопросами профилактики правонарушений и борьбой с преступностью в молодежной среде, и, наверное, это позволило мне как-то определиться с выбором будущей профессии, потому что я хотел, значит, служить праву, служить закону, у меня были мысли даже работать в правоохранительных структурах, но жизнь распорядилась иначе, и вот после окончания юридического отделения я работал помощником председателя Верховного Совета Михаила Ильича Николаева два года, два года я был руководителем администрации президента республики, что дало мне, конечно, большой опыт. В последующем я был председателем Якутского городского собрания депутатов, нынешняя городская дума, был я, значит, четырежды народным депутатом государств собрания Илтумен, возглавлял Федерацию профсоюзов республики, был президентом юридической компании Айар Юр Интернешнл, которая занималась юридическим сопровождением хозяйственной деятельности предприятий Якутии на внешнеэкономическом рынке. Ну и с четырнадцатого года я возглавляю Конституционный суд республики. Очень горжусь тем, что начиная с девяносто четвертого года я возглавляю юридическое сообщество республики. Мы проводим достаточно обширную работу по пропаганде правовых знаний, по повышению правовой культуры населения, и в этом мы видим свои результаты. В тринадцатом году мы провели первый съезд юристов Якутии, в шестнадцатом второй съезд, и в прошлом году уже третий съезд. Тем самым мы стараемся честно служить праву. И я хотел бы, обращаясь к молодым людям, сказать о том, что, ну, дать такой дельный совет, чтобы текст Конституции Российской Федерации, текст Конституции Республики Саха Якутия были бы для вас настольной книгой, потому что даже вот в определенном возрасте, имея багаж знаний и опыта, мы все время читаем Конституцию новыми глазами, и тем более сейчас у нас в стране идет большая работа по конституционной реформе, и я хотел бы, чтобы наши дети, молодежь интересовалась Конституцией, и на основе своих правовых знаний вы обязательно станете конкурентоспособными. Причем я хочу подчеркнуть, что право должны знать не только юристы, любой образованный культурный человек должен опираться на право, потому что право сопровождает нас вне зависимости от нашего желания с момента рождения и до самого последнего дня. Ну, как студент, вот вы сказали, какой я был студент, ну, не знаю, я не могу себя хвалить, что я там был очень ответственный и так далее, но я очень любил право, я любил слушать лекции, например, того же Михаила Михайловича Федорова, Дмитрия Николаевича Миронова, значит, Сипанова и Альбина Афанасьевны, значит, Саргулана Николаевна Федулова и Рума Румыча Ушницкого, и вот это все дало нам возможность расти, и более того, скажу, что вот Петр Васильевич Гоголь в свое время был нашим студентом, и будучи студентом, мы ему поручили возглавить студенческий, значит, научный клуб Фемида, и я думаю, что это дало ему основание заниматься наукой, и сегодня он доктор юридических наук, и более того, спикер нашего парламента. Ну и то, что я закончил юридическое отделение с красным дипломом, говорить, наверное, о том, что я был не самым плохим студентом. Полагаю, что да. Спасибо большое, Александр Николаевич, за беседу. И давайте мы продолжим нашу встречу, приглашать к беседе руководителя юридического факультета Рума Румовича Ушницкого. Рум Румович, пожалуйста, расскажите нам больше о том, где может работать выпускник юрфака. Во-первых, здравствуйте всем, и очень рад, что многие из вас, наверное, все-таки всегда подключились в нашу конференцию для того, чтобы как раз узнать о юридическом факультете, о юридическом образовании, и, соответственно, желая поступить на наш факультет и стать будущим юристом. Ну, испокон веков юристы – это самые мудрые люди общества. Мы еще до появления права наблюдаем, что именно мудрейший человек, старейшины рода, они определили, что есть справедливо, а что не справедливо, что есть правонарушение, а что не является правонарушением. Я думаю, что все молодые люди, которые хотят стать юристами, они прекрасно осознают, что речь идет о справедливости, о служении этой справедливости, и что вот именно главным достоянием всего человечества является именно справедливое общество. И справедливость и право – это почти тождественные слова, это синонимы. Вот если у вас, у каждого из вас есть чувство этой справедливости, есть желание бороться за справедливость, то мы приглашаем вас и с радостью вас всех примем. Что касается конкретных специальностей, наши выпускники работают во многих областях нашего общества. В первую очередь речь идет, вот были названы уже и спикер парламента, Петр Васильевич Гоголев, депутаты, далее были названы уже Ольга Валерьевна Романова, она руководитель государственного департамента, правительства, администрации правительства Республики Сахая-Якутия. Очень большое количество наших выпускников находится на переднем краю фронта борьбы с правонарушениями. Это прокуратура, это следствие, следственный комитет, это Министерство внутренних дел с его подразделениями, начиная от следствия, далее это дознание. Очень большое количество наших студентов работают и в других службах, например, в службе судебных приставов. Алексей Артамонович Никифоров, наш выпускник. В суде мы знаем, что судебная функция и в целом суд – это венец, по сути дела, юридической специальности. Самые лучшие юристы, они становятся судьями, и таких у нас много, в том числе и вот председатель Верховного Союза Республики Сахая-Якутия, судья Летучих. Вот с 90-х годов прошлого столетия очень большое количество... Ром Румович? Зависло... Зависло... Учащие студентов наших работают именно в коммерческих структурах, защищают права коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, и, само собой, очень достаточное количество выпускников наших трудятся адвокатами. Спасибо большое, Ром Румович. Скажите, пожалуйста, в чем, на Ваш взгляд, актуальность юридического образования в наше время? Ну, актуальность... Вот как раз я вначале сказал, что речь идет о том, что право – это справедливость, а вот мы все чувствуем, наверное, что не все в нашем обществе как раз справедливость, справедливо, так скажем, регулируется, или же осуществляется деятельность различных органов. Вот как раз желание бороться за справедливость и определяет нашу специальность – юриспруденцию. Ну, можно, так скажем, говорить о старом, добром, римском изречении, что это искусство, и не просто искусство, а искусство добра и справедливости. И если мы желаем служить этому добру, этой справедливости, то, пожалуйста, я буду очень рад всех вас принять на наш юридический факультет. Спасибо большое, Ром Ромович. Я хочу отметить, что всю информацию о дате начала приема документов, о количестве бюджетных мест вы можете посмотреть в любое время на сайте Центральной приемной комиссии СВФУ, найти этот сайт очень просто. В любом поисковике так и напишите Центральная приемная комиссия СВФУ. Там же вы найдете контактные данные СПК, то есть электронная почта, телефон. Очень коллеги быстро отвечают. Ром Ромович, вопрос, да. Ром Ромович, вас плохо слышно. У вас, да, у вас отключен микрофон. Да, вы знаете, на самом деле это вопрос не совсем в тему сегодняшнего эфира, но я думаю, что мы сможем его обсудить 30-го числа, поэтому приглашаю Айсена и всех других участников тоже 30-го посетить нашу встречу с ректором. Спасибо большое, Ром Ромович. Я думаю, что мы теперь представим ребятам исторический факультет. Это одно из старейших подразделений нашего университета. Открылся исторический факультет аж в 1934 году. С нами на связи сегодня Наталья Николаевна Радченко. Пожалуйста, расскажите нам, на кого можно выучиться на факультете и где могут работать ребята после получения диплома исторического факультета. Наталья Николаевна. Здравствуйте, уважаемые наши абитуриенты. Я сегодня представляю наш исторический факультет. Ну, попробую, может быть, даже включить нашу презентацию, чтобы можно было реально... Да, все хорошо, она запускается. Действительно, исторический факультет является одним из старейших подразделений нашего университета. Историческое отделение открылось в составе Якутского педагогического института еще в 1934 году. И уже более 85 лет мы готовим специалистов с высшим историческим образованием. На сегодняшний день наш факультет, который располагается на шестом этаже учебно-лабораторного корпуса, готовит студентов под трем основным направлениям. Во-первых, это классическая история. Здесь у нас имеется 30 бюджетных мест. Это достаточно большое количество. Бюджетных мест заочно мы имеем. И выпускники этого направления у нас находят себе применение и работают в музеях, архивах, научных и образовательных учреждениях. Второе направление – это педагогическое образование. Мы готовим учителей истории и учителей истории и общества знаний. Здесь у нас имеется 24 бюджетных места и 15 мест бюджетных заочно. И третье направление, достаточно новое на нашем факультете, это бакалавриат по политологии. Мы открыли это направление в 2015 году. В прошлом году у нас уже был первый выпуск политологов. А политологи, наши выпускники, могут работать в органах государственной власти, органах местного самоуправления, научных и образовательных учреждений. Вот три основных направления нашего бакалавриата. Кроме того, у нас есть целый ряд магистрских программ. И большинство наших выпускников бакалавриата, конечно, продолжает свое обучение по магистрским программам и в аспирантуре. И вот здесь можно на слайде увидеть, где могут работать наши выпускники, где они находят себе применение. Вообще нужно сказать, что историческое образование, оно является универсальным. Оно дает такую базовую подготовку нашим выпускникам, которая позволяет им впоследствии работать в самых различных сферах и отраслях экономики нашей республики. Из числа выпускников исторического факультета вышло достаточно много руководителей. Можно вспомнить и первого секретаря обкома КПСС Гаврилы Иосифовича Чиряева, и из современных деятелей, управленцев можно назвать и министра жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Садовникова, который является выпускником исторического факультета, мэра города Якутска Сардану Владимировну Аксинтьеву, который тоже является выпускницей исторического факультета. Так что те ребята, которые поступают к нам, они могут, конечно, найти себя в самых разных сферах и работать в самых различных направлениях и предприятиях и нашей республики, и за ее пределами. Так что исторический факультет сегодня дает подготовку очень хорошую нашим выпускникам, поэтому мы всех, конечно, приглашаем и будем рады видеть на наших бакалаврских, магистрских, аспирантских программах всех абитуриентов. Наталья Николаевна, спасибо большое. Я хотела бы попросить вас рассказать еще подробнее о том, как проходит практика, потому что я знаю, что практика у студентов исторического факультета бывает очень насыщенная, такая, что любому молодому человеку будет очень интересно. Да, студенты исторического факультета проходят практику археологическую, музейную, педагогическую, архивную, но, конечно, самый большой интерес всегда вызывает практика археологическая, это полевая практика, ее проходят наши студенты после первого курса, выезжают в археологические экспедиции, в различные районы нашей республики, принимают участие в археологических раскопках, совершают свои маленькие научные открытия. Также у наших студентов есть очень хороший опыт участия в археологических экспедициях и за пределами нашей республики, в Бурятии, например, наши студенты проходили практику, также в Казахстане проходили наши студенты, участвовали в археологических экспедициях, и также участвуют наши студенты в социальных проектах, например, в прошлом году наши студенты принимали участие в поисковых работах на месте боев Великой Отечественной войны в Новгородской области, и вот в таких социальных проектах тоже участвуют. У нас есть на факультете целый ряд научных кружков, например, действует очень хороший кружок интересной культурной антропологии, все ребята, которые интересуются археологией, этнографией, практически ежегодно выезжают в летние научные экспедиции, по результатам которых они участвуют в научных конференциях, пишут свои научные статьи, и вообще учеба на историческом факультете очень интересная, очень много замечательных мероприятий, очень много возможностей для научного изучения истории нашей страны, поэтому всех еще раз приглашаю поступать на наш исторический факультет. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Я хочу немножко отвлечься от нашей беседы и попросить не баловаться участников сегодняшнего чата, потому что у нас есть админ, который может вас забанить, и у нас есть, в принципе, вся информация. То есть вы же... В общем, я думаю, что нам стоит, скажем, сосредоточиться на теме разговора. И сейчас я хотела бы побеседовать с директором финансово-экономического института Анной Тимофеевной Набережной. Анна Тимофеевна, будьте добры, расскажите нам подробнее о том, какие программы реализует институт. Здравствуйте, уважаемые взрослые, здравствуйте, уважаемые школьники. И, конечно же, мне хотелось бы рассказать поподробнее о том, что представляет из себя финансово-экономический институт сегодня. И на экране сейчас начнется презентация. Да, мы видим презентацию, все хорошо. Спасибо. Вот. И здесь, на этой картинке, вы можете увидеть преподавателей, сотрудников, которые сейчас работают в финансово-экономическом институте. У нас очень хороший, дружный, большой коллектив, которые нацелены на то, чтобы отдать всем нашим студентам, бакалаврам, магистрантам и студентам среднего профессионального образования очень хорошие навыки и умения для того, чтобы люди могли войти во взрослые жизни. И что у нас очень важно, что с 2019 года у нас работает программа экономика и бухгалтерский учет по очной и заочной формам обучения, на которую можно поступить по среднему баллу по аттестату. Если средний балл аттестата больше 3,2 баллов, то можно заплатить по сниженной стоимости обучения. После того, как наши выпускники среднего профессионального образования заканчивают, они могут поступить на ускоренную форму обучения на направление бакалавриата, которое реализуется у нас же в финансово-экономическом институте в СВПО. Здесь можно увидеть те направления бакалавриата, которые реализуются на сегодняшний день в финансово-экономическом институте. Это экономика, профили мировая экономика, финансовый кредит, бухгалтерский учет, анализ, аудит. Имеется также совместная программа двух дипломов Северо-Восточного федерального университета и Высшей школы экономики. Она будет с будущего года работать. Также имеется совместная программа двух дипломов ЦУФУ и университета Ницесофия-Антипалис. Это французский университет. И там собеседование по иностранному языку добавляется, поскольку языки для этой программы очень важны. По направлениям менеджмент можно обучаться на финансовом менеджменте и маркетинге. Также у нас имеются направления государственное и муниципальное управление по ученой и заочной форме и управление персоналом по заочной форме обучения. Вы все знаете, что эти направления очень важны для тех, кто хочет работать на больших крупных предприятиях либо поступить на работу в государственную или муниципальную службу. Следующий слайд. Здесь можно увидеть те достижения, которые мы должны предъявить, если мы являемся школьниками и участвуем во всевозможных олимпиадах. Это республиканская теле олимпиада по финансовой экономике, в которой мы ежегодно работаем для учащихся статистических классов. Республиканские конкурсы «Будущий дипломат» также участвуют. Конкурсы и конференции организованы малоэкономической академии Северо-Восточного федерального университета и многие другие. Подробно со всеми этим перечнем можно ознакомиться у нас на сайте. По результатам телевизионной олимпиады этого года у нас уже определились 16 финалистов, которые получают дополнительные баллы для того, чтобы поступить к нам в финансово-экономический институт. То есть к тем баллам единого государственного экзамена по математике, профильной, общественному знанию и русскому языку будет добавлено 10 баллов. Следующая информация, которая очень важна для наших абитуриентов будущих, это реализуемое направление магистратуры. Для того, чтобы поступить к нам в магистерские программы, необходимо набрать по профильному собеседованию либо 50, либо 60. Вот. И для того, чтобы получить уже льготу по оплате за обучение, достаточно набрать 80 баллов. Для того, чтобы стать студентом в магистратуре Северо-Восточного федерального университета нацио-экономический институт. Направления у нас такие экономика труда, региональная экономика, губалтерский учет и анализ, экономика организации природопользования, экономика предприятий организации нефтимой и газовой промышленности. Есть программа на английском языке совместно с университетами Южной Кореи. Это называется программа «Конвергенция управления бизнесом в секторах экономики». По менеджменту имеется тоже ряд программ, в том числе стратегический менеджмент на английском языке. Управление персоналом имеет две программы «Финансовый кредит», «Финансовое управление в секторах экономики» одна программа, и по социологии региона имеется магистрическая программа «Социология региона». Индивидуальные достижения те, которые учитываются при приеме к нам для того, чтобы поступить на магистрскую программу. Это, конечно же, все олимпиады, которые проводятся для бакалавров студентов, в том числе программа «Я профессионал». Интернет на олимпиады по направлениям и сетевикаты федерального интернет-экзамена. Здесь можно ознакомиться с размером стипендий для студентов первого, второго и третьего, четвертого года обучения. Если люди обучаются на хорошо и отлично, они могут получить следующий размер стипендий. То есть, первый курс все получают 3460 рублей, отличники чуть повыше. Со второго семестра 6090 рублей и так далее. Повышенные стипендии для студентов по ней назначаются людям, у которых есть большие достижения либо в учебе, либо в науке, либо в общественной деятельности, в культурно-творческой деятельности и в спорте. Конечно же, на следующих слайдах можно увидеть и общежития университета, и студенческие праздники, и общественную жизнь, которая у нас пока не случилась этой пандемии, она у нас, конечно, била ключом, потому что сейчас наши студенты перешли на дистанционное обучение, как и все школьники по нашей республике, по нашей стране. Научные исследования у нас проводятся широко. Здесь, на этой картинке вы можете увидеть участников круглого стола, который проведен нашим студенческим научным клубом. Мы пригласили председателя правительства, тогда еще он был, Владимир Викторович Штолодов, сейчас он стал исполняющим обязательности губернатора Камчатского края. Что касается наших ведущих выпускников, это, конечно же, люди, которые находятся на передовой, это наши ведущие министры, министры экономики нашей республики, Майя Андреевна Данилова, выпускница финансово-экономического института, министр труда и социальных отношений Елена Александровна Волкова, это тоже наш выпускник, Анатолий Аскалонович Семенов, министр связи и цифрового развития, он является также нашим выпускником и является председателем ассоциации выпускников финансово-экономического института. Здесь можно ознакомиться также с Харлантьевым Гаврилом Игоревичем, Семеновым Алексеем Витальевичем, который является директором филиала селикома в нашей республике, Алексей Закаренко, замминистра развития, инвестиционного развития республики, заместитель министра труда и социального развития Анатолий Владимирович Трубин, известный спортсмен Витя Леонид Николаевич Светлонов и также конечно же очень много у нас выпускников, которые связаны с тем или иным видом деятельности, как в культуре, как в искусстве и так далее. И в том числе и наш выпускник представитель Российской Федерации в Канаде это Валерий Иванович Максимов. На этой картинке можно увидеть все наши контакты, в том числе страничку нашу в Инстаграм, электронную почту и сайт. Спасибо. Спасибо большое, Анна Тимофеевна. Вот тут поступил вопрос пока что в чате и спрашивает про количество бюджетных мест. Я так понимаю, что вопрос именно к финансово-экономическому относится, потому что во время вашего выступления прозвучал. Сможем ответить сейчас на вопрос? Хочу пицц. Бюджетные места у нас ежегодно выделяются и, конечно же, они распределяются по различным программам по-разному. В этом году у нас порядка 26 мест на направление бакалавриата и более 40 мест на направление магистратуры. То есть, те, у которых достаточно хорошие баллы, они могут поступить к нам на условиях общего корпуса. Те, которые не наберут очень высокие баллы, могут поступить к нам на платной основе. стоимость сниженная, она составляет порядка 50% от полной стоимости обучения в университете. И, конечно же, для этого нужно набрать определенное количество баллов по ЕГЭ. Оно должно в сумме быть не меньше определенной причины, которую определяет наша центральная приемная комиссия. На скидку по обучению могут претендовать также те, которые имеют, скажем так, сложное материальное положение, либо являются сиротами, либо являются инвалидами, либо у них малообеспеченная семья. Но для всех этих категорий возможно снижение оплаты стоимости за обучение в нашем университете. Спасибо большое. Еще один вопрос. Хочу поступить после ЕФЭК, ФИИ на заочное отделение. Поступаю через вступительные экзамены? Да, те, которые поступают к нам через Якутский финансово-экономический колледж, они могут поступить к нам на заочное отделение, они сдают экзамены, в том числе сдают математику, сдают русский язык. Но это все выпускники СПО пишут во всех университетах, во всех институтах такие экзамены. Наша приемная комиссия принимает математику самостоятельно. Наша приемная комиссия по математике сформирована из наших же преподавателей, которые имеют математическое базовое образование. И результаты показывают, что достаточно хорошо сдают те, которые заканчивают Якутский финансово-экономический колледж имени Падеева, потому что там ведется очень хорошая подготовка. Мы очень рады выпускникам среднего профессионального образования, потому что люди мотивированные поступают, и те, которые нацелены на результат, кроме того, они могут учиться у нас на ускоренной программе, то есть поступить сразу, переступить через один полтора курса. Спасибо. Анна Тимофеевна, тут просят отправить презентацию на электронную почту. Я думаю, Марина, да, без проблем, если вам нужно оставить здесь свою почту, я думаю, что Анна Тимофеевна тогда из чата возьмет и вам сможет скинуть. Презентация у нас расположена на страничке Финансово-экономического института. Картинка кликабельна, любой человек может ее нажать и загрузить. Там есть презентации не только всего института, но и программы среднего профессионального образования и программ по направлениям определенным. То есть на нашем сайте можно найти всю исчерпывающую информацию, которая может пролить свет на тот или иной интересующий вас вопрос. Еще вопросы я готова ответить. У нас тут есть, я так понимаю, ко всем участникам встречи. Такой немножко философский вопрос, но я думаю, что ребятам будет полезно и интересно услышать мнение ваше. Хочу узнать, лучше оставаться в СВФУ или учиться за границей, если я хочу быть карьеристом в государственной деятельности? Карьерист в государственной деятельности с дипломом зарубежного вуза это, конечно же, тоже неплохо. Есть люди, которые делали карьеру государственного управленца, имея дипломы американских, европейских вузов, но прежде всего, мне кажется, стоит начать с тех направлений, с которыми сегодня мои уважаемые коллеги ознакомили, это направление юридического факультета и направление финансово-экономического института, которые позволяют безбарьерно подойти к тому, чтобы занять место в государственные или муниципальные службы. Те направления государственное муниципальное управление и управление персоналом, одни являются как раз в том числе направления и финансы и кредит, они являются теми необходимыми базовыми образованиями для того, чтобы претендент на замещение должности государственной или гражданской муниципальной службы, он поступил на него. Кроме того, если человек хочет сделать карьеру, он должен нацелиться на то, чтобы он закончит бакалавриат и поступит в магистратуру по определенной специальности, по определенному направлению, потому что согласно действующих с 15-го года в нашей стране профессиональных стандартов есть определенное правило. Должности, руководители отделов, управлений и так далее могут занимать только те люди, которые имеют магистрский диплом по профильному направлению. Спасибо. Очень интересная информация. Спасибо большое. Я думаю, что если коллеги тоже хотят, Наталья Николаевна, Рум Румович, может быть, тоже хотят высказаться, посоветовать, скажем, нашему абитуриенту. Кардинилистов, юристов. Все-таки, я думаю, что мы в первую очередь должны освоить право нашей родной страны, соответственно, поступать, учиться на юридические вузы именно в нашей стране. Далее, конечно, второй уровень образования высшего магистратура может быть реализован и за рубежом. У нас есть успешные опыты такие, когда наши выпускники поступали и успешно заканчивали магистратуру, например, во Франции. У нас магистратура тоже по нескольким направлениям ведется обеспечения государственной, хозяйственной, частной деятельности, арктическое право и есть программа двойного дипломирования с университетом Парис-Экле. Это Париж по праву окружающей среды, по экологическому праву. И вот в этом году мы как раз планируем первый выпуск и наши выпускники получат два диплома магистрских университетов. Диплом французский и наш диплом. Хочу добавить, что арктическое право это очень перспективное сейчас направление вообще все, что связано с Арктикой. Наш университет очень подробно изучает Арктику с разных сторон, и в том числе юридический факультет, потому как это крайне востребовано и крайне актуальное сейчас направление. Наталья Николаевна, да, вы тоже хотите подключиться к диалогу, да? я хотела тоже добавить, присоединюсь, конечно, к коллегам, что действительно хорошее и качественное образование абитуриент может прекрасно получить в нашем северо-восточном федеральном университете. Хотелось бы еще напомнить и то, что наш университет очень активно поддержит различные обменные программы, то есть поступив к нам в университет, студент сможет пройти стажировки, обменные программы в других зарубежных вузах, да, очень хорошо университет у нас сотрудничает со многими вузами зарубежными и получить опыт обучения в другом вузе, можно обучаясь в нашем университете. Что касается нашего исторического факультета, то у нас тоже с 2019 года действует магистрская программа по направлению политология, государственная региональная политика и управления. Это тоже вот как бы новая такая программа, и если человек хочет сделать карьеру именно в сфере государственного управления, в принципе, он может обучаться и на нашем факультете по направлению политологии. так что все конечно сейчас двери открыты для выпускников школы, надо определиться и мы конечно призываем всех поступать в наш университет. Спасибо, Наталья Николаевна. Хочу добавить также ребятам о том, что обучаясь в СУФУ, вы в первую очередь имеете доступ к местным компаниям, то есть вы же будете проходить практику и университет вас безусловно в этом поддержит, потому что это одно из наших важных направлений работы. Подробнее информацию про практики, про стажировки, также ответы на те вопросы, на которые сегодня мы не ответили, допустим предоставляется ли скидка или льгота для ребенка из опекунской семьи. Ответы на эти вопросы можно получить с 20-го числа. Поэтому приглашаю вас на нашу встречу, также будет вечером и участие во встрече примет ректор Северо-Восточного Федерального Университета Анатолий Николаевич Николаев. Я думаю, я скажу так полушутя, что плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Но с другой стороны, когда человек ставит перед собой только карьеристские цели, то здесь может случиться несовмещение того ожидания, с чем живет человек. вот почему я хотел бы посоветовать, чтобы ребята на основе избранной специальности в первую очередь стали бы специалистами хорошими в своей сфере. А карьера она сама найдет. Понимаете, если вы ответственно относитесь, если вы деловой, если у вас хороший круг общения, вы всегда сможете выйти, так сказать, пройти вверх. А если просто ставить только карьерные цели, то здесь это не совсем может, так сказать, реализоваться в жизни. Я вообще в целом считаю, что наш университет, вот все наши факультеты, они очень хорошо и качественно готовят и экономический институт, и факультет исторический, который я очень знаю, Наталья Николаевна, вам большой привет. Ну и, конечно же, юридический. Почему вот сегодня мы очень рады видеть абитуриентов будущих, потому что сейчас в условиях пандемии мы еще не знаем, какие будут перспективы. И вот в этом отношении, когда человек выбирает вот такой ВУЗ, как Северо-Восточный Федеральный Университет и уже рядом с родителями находится, то и для родителей легко чувствовать, что его дети рядом, ну и здесь получить качественное образование, что является главным. Ну и потом то, что вы заканчиваете наш, это не говорит о том, что вы всю жизнь будете в Якутии. Я говорил о том, что у нас много примеров, когда люди становятся и губернаторами, и вице-губернаторами, заканчивая наш университет. Поэтому я желаю всем успехов, но вот самое главное, на что я хотел бы обратить внимание, что вы на основе знаний должны стать хорошими специалистами. Спасибо. Спасибо большое, Александр Николаевич. Был задан вопрос по поводу баллов, не планируется ли снижение баллов из-за пандемии и так далее. Я думаю, что касается юридического факультета, мы юридический факультет в целом реализуем все виды, все уровни образования. Это средне-специальный юридический колледж у нас есть, плюс бакалавриат, магистратура и аспирантура. Аспирантура по специальности конституционное, муниципальное право и конституционный судебный процесс. Вот для тех абитуриентов, которые вот как раз сейчас находятся на стадии сдачи единого государственного экзамена, вот мы как раз для тех, которые не получили нужных баллов на этих экзаменах, вот организовали юридический колледж и предлагаем вот как раз поступать на него. В прошлом году 150 студентов, более 150 студентов поступило к нам на юридический колледж. Все они выпускаясь дальше продолжают учебу, кто-то у нас на факультете, кто-то выезжает в другие регионы и так далее. Так что получение минимальных баллов в ЕГЕ это еще не катастрофа, это как раз будет возможность через юридический колледж продолжить образование и получить специальность юриста. Спасибо большое, Рум Румович. Я очень рада, очень благодарна всем участникам чата за то, что у нас сегодня получилось не просто выступление моих коллег, а настоящее ток-шоу. И я надеюсь, конечно, что это было полезно для абитуриентов, это поможет вам сделать свой выбор. Еще раз приглашаю вас всех посетить наш YouTube-канал, увидеть там предыдущие все встречи и посетить нашу встречу 30 апреля. Большое спасибо всем за участие, всем хорошего вечера, всего доброго и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok